Кошка Доли работала на даче, в деревне. Именно работала, ведь взяли ее туда не для того, чтобы заботиться, а для того, чтоб в хозяйстве не было мышей. Когда по стране шло лето, Доли была почти счастливой. Да, ее почти никогда не гладили, почти не любили, однако чашка каши, да потроха домашней птицы иногда доставались. Светило солнце, чирикали воробьи, выводили свои песни местные коты, а в поле бегали жирненькие мышки, что и говорить, вольная жизнь деревенской трудяги была вполне себе сносной, но с приходом осени и зимы все менялось. Хозяева уезжали с дачи в город, оставляя кошку одну, на собственных хлебах. Деревня вымирала, в округе зимовало всего несколько стариков и старух, которым не было дела до чьего-то чужого животного. С едой было туго, с теплом, и того хуже. Трясясь от холода в остывших синях, кошка старалась уснуть, вспоминая запах хозяйских рук, далекое солнце и относительно безоблачную летнюю жизнь. Когда в дома врывалась весна, она быстренько вносила свои коррективы. Где-то в мае женщина, называвшая себя хозяйкой Доли, приезжала из города, открывала двери, сильно ругалась. Она находила на полу трупики котят, это все, что оставалось от замерзших долинных детей. Что поделать, истощенная и голодная кошка, исправно беременевшая каждый год, не могла сохранить своих малышей в холодном доме. Они замерзали на полу, так и не увидев солнца, о котором мечтала их мать. В одной из весен хозяйка, по ее словам, потеряла терпение. Ей надоело убирать котят, кормить кошку, а мышей она уже давно не встречала. Поэтому она задумала страшное. Женщина, державшая Доли, решила, что кошка сама во всем виновата, с горечью напишет чуть позже куратор кошки. Действительно, ведь животное не додумалось само поехать в город и лечь в больницу на стерилизацию. Нет, вместо этого коварная беременная Доли голодала зимой, а весной теряла своих несчастных котят. Хозяйка решила, что кошка бесполезна и ее нужно, нет, не выставить из дома. Утопить. Вот так просто, чтобы не приходила клянчить еду и не путалась под ногами. К счастью, женщина вовремя вспомнила про свою знакомую, дочь которой работала в приюте. Вот так можно же не заморачиваться, а сплавить кошку на сторону. Хозяйка позвонила по нужному номеру, между делом упомянув, что утопит кошку, если ее не заберут в ближайшие несколько дней. Какая такая стерилизация? Платить за процедуру для ненужной кошки? Нет уж, увольте. Волонтеры приехали за Доли очень быстро. Переживали, чтобы успеть, чтобы не произошло непредвиденных ситуаций, чтобы кошку не приговорили ранее назначенного срока, и вот уже пестрая девочка едет в машине, любопытно вертя головой по сторонам. Здравствуй, Москва. В приюте Доли не задержалась. Все чрезвычайно удивились везению кошки, которую удочерили на второй день после приезда. Хотя она же трехцветная, счастливая, должно же было ей повезти. В новом доме уже жила питомица, кошка по имени Нэнси, выпускница того же приюта. Девчонки очень быстро нашли общий язык, поделили диван и миски, все было просто чудесно. До того злополучного дня. Никто толком не понял, что произошло, но обе кошки потеряли дом в один и тот же день. Их просто привезли обратно через несколько месяцев, ничего не объяснив. Мы не вправе судить тех людей, ибо в жизни бывает всякое. Однако для обеих питомец, весь мир рухнул в одночасье. Нэнси и Доли очень переживали, и находили поддержку только друг в друге. Их связь была настолько крепкой, что будучи разделенными в разные клетки, кошки кричали на весь приют. Поэтому волонтеры быстро поняли, что пристраивать этих воспитанниц нужно только вместе, и это получилось. За девочками вскоре приехала добрая и порядочная семья, которая и дала им все, о чем те мечтали. Замечательные фотоотчеты из новой квартиры утверждают именно это. Счастье, есть, его нужно только дождаться. Ну а если вы, люди, а не кошки, то не ждите, отворите его своими руками.